Добрый вечер! Во всех школах Люберецкого района они прошли в традиционной форме 25 мая. Праздники прошли очень организованно, очень интересно. В каждой школе по-своему они проходили. Дети просто показали себя с такой хорошей стороны. То есть в каких-то школах были театральные представления, в каких-то они организовывали все это в плане песен, танцев. В общем, очень интересно. И я думаю, что все, кто принял участие в этом празднике, все остались довольны, как родители, дети и, конечно, гости, которые в этот день посетили все школы Люберецкого района. Наверняка представители администрации тоже были в школах и тоже поздравляли выпускников. Я не сказала, что они были. Да, они были, поздравляли и выпускников, и учителей, и родителей. То есть все прошло замечательно. А у выпускников, как известно, начались уже выпускные экзамены. Какая организационная работа была проведена управлением образованием в преддверии сдачи ЕГЭ? Ну, в преддверии сдачи аттестации, итоговой, да, и это у нас задают девятиклассники, и в форме единого государственного экзамена у нас задают одиннадцатиклассники. И с начала учебного года была проведена очень большая работа в этом плане. На базе управления образованием проводились совещания с руководителями образовательных учреждений. Обучение проводилось и организаторов ЕГЭ. В этом на учебе приняли участие двести восемьдесят педагогов. Также прошла аккредитация, прошли аккредитацию общественные наблюдатели в количестве двадцати четырех человек. В течение учебного года проводились и с детьми бесплатные тренировки. Тренировочные работы по использованию инженерных, прошу прощения, интернет-ресурсов. Имеется план проведения и подготовки к единому государственному экзамену и к итоговой аттестации во всех образовательных учреждениях. В начале года у нас проводился мониторинг учебных предметов, по которым выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по выбору. Если у нас девятиклассники сдают четыре экзамена, это два экзамена по новой форме, то есть здесь такая же технология, как сдают одиннадцатиклассники ЕГЭ. Это обязательные предметы, русский язык и математику. И два экзамена девятиклассники сдают в традиционной форме. Вот сегодня у нас проходил, значит, экзамен единый государственный для одиннадцатиклассников по русскому языку. А для девятиклассников они сдавали обязательный экзамен девятиклассники по русскому языку. Двадцать седьмого одиннадцатиклассники уже сдали у нас по выбору экзамен. Это по литературе, по биологии и информатике. Говорят, в этом году нельзя брать с собой на экзамен мобильные телефоны и другие средства связи. Да. А какие еще требования предъявляются к выпускникам? Вот основное требование – это на сегодня они не должны входить в аудиторию с мобильным телефоном или с каким-то другим источником связи. Все мы живые люди, если одиннадцатиклассник, например, по состоянию здоровья или по какой-то другой уважительной причине не смог явиться на экзамен, как быть в этом случае? Будет ли шанс пересдать экзамен, сдать экзамен в другой день? Да, конечно, шанс такой будет представлен. Значит, если ребенок действительно не смог прийти на экзамен или на обязательный, или по выбору по серьезной, объективной причине, то тогда по выбору экзамен они будут сдавать 16 и 17 июня, а значит, по обязательные предметы – это русский и математика – 18 по русскому языку и 20 по математике. Наверное, многие выпускники будут поступать в ВУЗы. А во сколько ВУЗов одновременно можно подавать документы? В этом году одновременно можно подавать в три высших учебных заведения. А известно ли, в какие ВУЗы чаще всего поступают выпускники Люберецких школ и Школы Люберецкого района? Ну, 90% наших выпускников поступили в высшие учебные заведения, 90%. Из них 63% поступили на бесплатные, на бюджетные места. Поэтому мы, в общем-то, довольны были результатом. В основном дети часть поступает в престижные, так скажем, как Государственный университет управления, МГУ. Ну, такие, которые действительно на сегодня у нас институты, которые, университеты, которые пользуются, скажем, имеют большой рейтинг для абитуриентов. Ну, и на нашей территории находятся несколько филиалов, и наши дети с удовольствием поступают в филиалы высших учебных заведений, которые находятся на территории Люберецкого района. Сдав экзамены, выпускники наверняка с нетерпением будут ждать своего выпускного балла. Будет ли какое-то общее районное торжество для выпускников в этом году, или каждый класс будет сам решать, где и как отметить это событие? Ну, как обычно, уже в начале учебного года, в сентябре, в октябре, уже родители определяются, где будет проводиться выпускной. Поэтому у нас в школах где-то с 20 по 25 будут проходить выпускные. Они в каждой школе будут проходить свои. И у нас будет проходить общий праздник, это церемония награждения медалями серебро, золото. На сегодня у нас претенденты, я не хочу говорить, чтобы не сглазить, но где-то около, ну, чуть более, наверное, 70. Ну, а если говорить так уж, это 36 золота и 36 серебро. Ну, насколько я понимаю, в ходе экзаменов выпускники должны подтвердить свои знания, чтобы получить медаль. Да, да. Поэтому это пока у нас предварительные данные. Предварительные. Ну, я думаю, осталось уже совсем немного времени. Ну, будем надеяться, что они все-таки оправдают, оправдают. И действительно, вот эти обучающиеся, которые претендуют на золото и серебро, останутся вот в этом составе. А давайте напомним нашим телезрителям, сколько экзаменов и какие именно экзамены должен сдать выпускник, чтобы получить аттестат. Ну, по девятым классам я вам уже сказала, а по одиннадцатым это 14 предметов. Из них два обязательных, это то, что сегодня писали, обязательный по русскому языку. И шестого они будут писать обязательный экзамен по математике. И остальные экзамены, это по выбору. Сюда входит иностранный язык, английский, французский, немецкий, испанский. Биология, информатика и литература, которые дети уже сдали 27 числа. Физика, химия, общество знания, история. Ну, видимо, и еще ряд предметов. Ну, да, да. Правильно ли я понимаю, что выпускники выбирают тот предмет, который необходим для поступления в определенный вуз? Да, вот по выбору они определяют тот предмет, который им нужен для поступления в то или иное высшее учебное заведение. Учебный год закончился, но, несмотря на это, в июне многие школы еще продолжают работать, поскольку на их базе открываются городские лагеря. Сколько и каких лагерей планируется открыть в этом году в школах? Ну, они продолжают работать, потому что продолжаются экзамены, да? У нас экзамены где-то до 20 июня будет. Я вам сказала, что последний день резервный – это 20, когда они сдают математику. Если они по какой-то причине не смогли сдать его или 30, или 6. То есть 30 – это то, что русский язык 18, а 20 – математику они сдают. А с 1 июня у нас открывается на базе общеобразовательных школ наши летние лагеря дневного пребывания. В этом году они у нас откроются на базе 31 образовательного учреждения, что на одно, на один лагерь станет больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас работало 30, а в этом году 31 лагерь. А какая будет направленность у этих лагерей? Они будут оздоровительные, трудовые, профильные? Ну, они будут оздоровительные, трудовые, поэтому программа будет очень интересная. Значит, там будут и проведены дни профилактики безопасности движения, и дни просто безопасности, и будут всевозможные конкурсы. Продумана очень большая культурная программа вместе с комитетом по культуре и вместе с комитетом по спорту и физической культуре. Также подготовлено у нас очень много мероприятий, которые пройдут на базе этих лагерей. Поэтому я думаю, что детям будет очень интересно. Кстати, 26 и 27 у нас прошел слет для наших детей, который проходил на базе офицерского собрания. Прошел очень хорошо, детям это понравилось. То, что я хочу поблагодарить и Сергея Николаевича, который помог нам в проведении этого слета. Дети остались довольны. Как правило, родители организуют еще одна очень важная вещь. Как будет организовано питание в лагере? Будет ли там завтрак, обед, чтобы ребенок все-таки был сыт в течение дня? Трехразовое питание будет. Даже трехразовое? Да, да. Завтрак, обед, полдень. А планируется ли отправить детей на отдых на море в этом году? Есть ли такая возможность у ребят, которые живут в Люберецком районе? На море, да, планируется. Второй год мы работаем в тесном контакте Союза молодежи. И вот второй год мы вместе с ними будем отправлять детей в оздоровительный лагерь в Краснодарском крае, который находится, «Энергетик». 34 путевки получили наши активисты, дети, которые проявили достижение определенной успехи как в учебе, так и в общественной жизни. Так что 34 люберчанина поедут в лагерь «Энергетик». Значит, на юге у нас отдохнут и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родители. Это дети, которые посещают наши детские дома. Дом «Наш дом» и «Надежда». Они, там, 94 человека, они у нас пробудут 42 дня на юге, так что отдохнут. А дети из малообеспеченных семей. Также Министерством социальной защиты выделено 200 путевок для их отдыха. Это как на Черноморском побережье и в Подмосковье. А кто будет сопровождать ребят в этих поездках, чтобы родители были уверены, что все будет обязательно? Обязательно взрослые. Это представители соцзащиты, если это дети из малообеспеченных семей. Если это дети, которые посещают, находятся в детских домах, то это, конечно, педагоги из этих учреждений. Ну и те, которые уезжают в «Энергетик», тоже будут взрослые, которые будут с детьми. Как правило, летом ведется подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Какие именно работы планируется провести вот сейчас, в эти ближайшие месяцы? В этом году у нас, вы знаете, что был ледяной дождь, да? Да, конечно, все мы его помним. Который, да, который, в общем-то, дал нам очень много бед, который поломал наши деревья, которое, значит, случилось у нас и, скажем так, несчастье с крышами, потому что на сегодня очень много крыш пришли в негодность в образовательных учреждениях. Поэтому в первую очередь, конечно, будет произведен ремонт кровель в общеобразовательных учреждениях. На сегодня у нас проблема в детских садах с местами, да? Значит, вот администрация района, глава Люберецкого района и города Люберца Владимир Петрович Рушицкий обратился в правительство Московской области о выделении финансовых средств для ремонта и восстановления тех групп, которые на сегодня есть в дошкольных учреждениях, но которые используются не по назначению. То есть в них дети пока не могут находиться, потому что в свое время, в 90-е годы, они были отданы под какие-то другие помещения. Вот в этом году мы, наверное, будем стараться, чтобы во всех учреждениях группы были предназначены для детей. То есть есть надежда, что очередь в дошкольные учреждения будет сокращаться? Надеемся, что она будет сокращена, да. И вот еще какой вопрос хотелось бы сегодня задать. В последнее время много говорят о реформе образования, о новых образовательных стандартах. Какие перемены ждут педагогов, школьников в будущем учебном году? Ну вот мы два года уже, наши две школы, это 55-я и 53-я, они работали в эксперименте по внедрению новых государственных стандартов по начальной школе. А вот с 1 сентября все школы перейдут на эти стандарты по начальной школе. А что подразумевают эти стандарты? Что изменится? Ну изменится, там будет дополнительно 10 часов, выделяется детям для внеучебной деятельности. Мы сегодня, в частности, подводим итоги прошедшего учебного года. Каким он был для ребят, для педагогов, вообще для Люберецкого района? Какие наиболее яркие события произошли? Ну я думаю, что он был у нас неплохим этот год, в плане того, что, значит, у нас две школы приняли участие в нацпроекте по разработке, внедрению инновационных программ. Это гимназии 24 и гимназия 18. Многие у нас учителя приняли участие тоже на этапе по нацпроекту. Это лучшие учителя, которые стали победителями на муниципальном уровне. Были проведены у нас и олимпиады, в которых приняли участие 1200 человек, 1200 обучающихся на муниципальном уровне. В общем, радует то, что представители Люберецкого района участвуют в конкурсах, занимают призовые места и, в общем, достойно представляют районы на российском уровне в том числе. Да, да. Вот, как я уже сказала, 1200 у нас приняло участие. Из них победителем и призерами стали 314 человек, что на 95 человек больше, чем в прошлом году. А 70 человек у нас продолжили соревнования уже на региональном уровне. Из них 5 человек стали призерами областного этапа. Это у нас 4 школы. Лицей 12 по таким предметам, как физика и история, 8 школа по физике, 42 лицей по экологии и гимназия номер 1 по экономике. Ну что же, в завершении нашей передачи хотелось бы вспомнить о будущих первоклассниках, а точнее об их родителях, которые уже сейчас задумываются, в какое образовательное учреждение отдать своего ребенка. Пора ли уже подавать документы? Уже пора, давно пора. С 1 апреля. С 1 апреля у нас подача заявлений на обучение в первом классе. Так что школы уже принимают с 1 апреля документы. Так что... Ну что же, Галина Павловна, я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти сегодня к нам на передачу. Спасибо вам большое и успехов вам в вашей работе. Уважаемые телезрители, на этом наша программа завершена. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин